Всем привет! И как вы могли догадаться, мы снова снимаем наших милых лягушат. Тех, что остались у меня в наличии. Прошло чуть больше недели с последней чистки акватеррариума. И поэтому необходимо не только почистить его, но и задокументировать результаты, которые у нас есть относительно лягушат. В последний раз наших лягушат оставалось всего шестеро, но один из них, самый маленький, очень мало питался, несмотря на вполне достаточное наличие корма. И потому, в конце концов, через неделю, буквально во вторник прошлой недели, он скончался. Мне его безумно жаль, но такова природа, выживает сильнейший. Зато остальные пятеро лягушат живы, здоровы и растут. Это можно видеть по их размерам. Конечно, сейчас достаточно трудно оценить, насколько они выросли. Но для того, чтобы сравнение было более корректным, Вот на эту деревяшку, на которой мы раньше часто снимали лягушат, мы добавим немножко корма, а именно дрозофилы, опыленные витаминчиками. Естественно, лягушата голодные, они будут ее кушать усиленно и активно. Пожалуй, даже не буду экономить. И первый, кто увидел, сразу же начинает кушать. Конечно же, сейчас лягушата несколько сбиты с толку. Это непривычная для них среда обитания. Но, тем не менее, пусть первым, конечно, покушает этот лягушонок, он у нас самый маленький, по сравнению с остальными. Но, тем не менее, скоро к нему присоединятся и стальные. Вот они уже видят движение и, соответственно, пытаются урвать себе небольшой кусочек. Собственно, благодаря этому видео можно увидеть, насколько лягушата повзрослели, насколько они стали больше, по сравнению со своим предыдущим воплощением. Они уже не такие легкоподдающиеся рукам. И всячески пытаются удрать. Опа! Лягушата взбираются, чтобы покушать. Молниеносные захваты и мошки оказываются уже у них в пасти. Собственно, за лягушатами нужен глаз да глаз, поскольку они гораздо более ловкие и гораздо легче им стало передвигаться по вертикальным поверхностям, как бы они не выпрыгнули отсюда. Впрочем, еда отвлекает их от побега. И кто успеет, тот накушается. А кто нет, тот будет кушать позже. Собственно, моя теория оказалась правдива. Им крайне необходим ультрафиолет для того, чтобы переваривать пищу. Под лампой они гораздо проще растут и переваривают свою пищу. Чем их кормить? Ну, собственно, вы видите, что я кормлю их дрозофилами. Также их можно кормить сверчковой пылью. Это новорожденные сверчки. Основное условие к сверчкам, чтобы их длина не превышала ширину головы лягушонка. Так-то сверчки могут быть гораздо больше, чем дрозофилы. Но могут быть и меньше. Главное, чтобы они умещались. Также все крайне рекомендуют кормить лягушат мотылем. Как мелким, так и крупным. В рыболовных магазинах, например, можно найти крупного мотыля. Для совсем маленьких лягушат, только что вышедших из стадии головастика, крупный мотыль не подходит. Он слишком большой для них. А вот мелкий мотыль достать гораздо сложнее. Он уже только в более крупных рыболовных магазинах встречается. Тем не менее, кормление крупным мотылем меня несколько разочаровало. Так как лягушата очень слабо реагируют на его движение. Они будут реагировать на его движение, только если непосредственно трясти им перед их лицом. И то не со всеми лягушатами так срабатывает. Некоторых лягушат пришлось таким образом кормить искусственно. Тем не менее, если хотите заморочиться, то лучше, конечно, покормить мотылем. Он очень питательный. Впрочем, есть еще один вариант, чем их кормить. Да, кстати, можно кормить маленькими молодыми тараканчиками. Но я предпочитаю дать кое-что еще. Поскольку я закупаю своему ящеру гусениц бражника и выращиваю их с малого состояния до большого, чтобы более миссистые были. Некоторые бражники растут очень медленно, поэтому я их отбраковываю. И наиболее подвижных, живых и небольших я отдаю лягушатам. И сейчас мы увидим, как лягушата попытаются скушать гусеницу бражника. Посмотрим, какой лягушонок будет первым. Самый маленький голодный пытается, но он не сможет съесть такую громадину. Скорее всего, не сможет. Вот мы видели промежуток, когда гусеница практически не шевелилась. И только когда она начала шевелиться, она привлекла внимание нашего лягушонка. Вот он отчаянно вцепился в гусеницу и пытается ее заглотить. Ничего страшного. Для них это фактически естественное. Если сможет, он ее нормально переварит. И в конце концов прибавит к росту. Давай, давай, старайся. Они помогают себе руками, пропихивая как можно глубже эти несносных гусениц. А, скрылся за деревяшкой. Ну, ничего. Остальные оказались не так расторопны. Поэтому им гусеница не достанется. Достанется только то, что поймают. Кстати, насчет освещения. Пока наши подопечные за бревнышком справляются с гусеницей. Вот тут у меня почищенный наш акватеррариум. Как я выяснил, даже такие маленькие лягушата очень быстро загрязняют террариум. Очень много фекалий остается. Особенно, когда они достаточно сыты. Поэтому все-таки приходится менять чаще, чем раз в две недели. Вот, например, сегодня прошло буквально восемь дней с последнего сеанса очистки. Ну-ка. Вот наш герой никак не может доглотить, но уже в процессе. Одновременно и переваривает, и заглатывает. Постепенно заглотит полностью. Ну, а мы чуть вернемся к нашему акватеррариуму. Собственно, раз или два в день, с утра обычно, до ухода на работу. И по приходу с работы я беру вот такую вот лампу с зажимом. И пристегиваю к стенке террариума. После чего врубаю свет. Сейчас, буквально минуту. И вот такое вот освещение я держу на ночь несколько часов. Два-три часа под интенсивным излучением лягушата будут греться. Переваривать пищу, которую съели. И, соответственно, расти. Таким образом, последние пять лягушат не только подросли, не только выжили, но и подросли. Они уже буквально не знают, что им делать. Но мы постепенно вернем их в их акватеррариум. Этот наверняка доест свою гусеницу. А остальные пусть полакомятся той дрозофилой, которую не успели съесть. Ну а на сегодня все. Растите своих питомцев, будьте к ним внимательны.